Сварили утюгом систему Т-образную, сделали отверстия трёхмиллиметровые, ну три ряда, можно больше, но я думаю, что мне достаточно. Этот агрегат Евгений Ивашечкин собрал своими руками. Инструктор спортивно-методического центра ежедневно сам заливает каток перед зимним сезоном. Недавно случайно увидел в интернете прибор, похожий на систему для поливки газонов. Решил испробовать ноу-хау. Машину Евгений сделал из пластика, и она легче предыдущего металлического аппарата. С её помощью зальют не только корт на советской. Всего в городе к зиме подготовят и оборудуют 26 площадок. По словам Евгения, работать с его аппаратом просто, ведь задача мастера только настроить машину. Дальше она делает всё сама. Плюс его в чём? В том, что ты заливает он где-то в диаметре, ну метров 10. За это время можно заниматься другими делами и где-то там почистить лёд. Ну и если очень холодно, погреться минут 5-10. А спорткомплексу «Олимпия» подарили заливочную машину отечественного производства с итальянским навесным оборудованием. Она может не только выполнять основную работу, но также подпиливать лёд до необходимой толщины и заделывать трещины. Похожими оформляют покрытие хоккейных коробок в ледовых дворцах. Они стелят ледовое покрытие за 30 минут, а полностью замерзает площадка за неделю. Новый лёд хоккеисты опробуют уже 1 декабря. Конечно, для нашей школы это большое событие. Данный автомобиль имеет хорошие характеристики. Объём воды около куба, что позволяет за раз каток пролить два раза. Но, следовательно, это сокращает время заливки. Ну и сам процесс облегчает. Заливать лёд в Иркутске начали позже обычного из-за погоды. И всё-таки подготовить площадки планируют уже к концу этой недели. Особенность этого сезона – то, что объект вошёл в сезон 2020-2021 года с новым оборудованием, с новым инвентарём. Это заливочный комбайн, который нам был предоставлен Министерством спорта Иркутской области, за что хочется сказать им огромное спасибо. В этом сезоне любителям массового катания советуют соблюдать меры безопасности. Ведь важно не только не получить спортивную травму, но и не заболеть. Спасибо.